Друзья, всем привет! Вы на канале Python Today и сегодня мы пройдем новую машину на TryHackMe. Машинка прикольная, будет и асинты, и эксплойты на Python, энумерация, dumpsql таблиц, научимся определять тип хэша и подбирать к нему пароль. Поработаем с хэшкетом, обязательно заюзаем реверс шелл, куда же без него, мисконфиги на сервере и повышение привилегий. Уровень у машины сложный, но как по мне это одна из простых. Да, мозгами конечно придется пошевелить, но все действия идут последовательно. Да и есть небольшие подсказки в виде вопросов в самой лабе. Все ссылки на используемый видеософт вы найдете в нашем телеграм канале, ссылка будет в описании. Наливайте кофе, будет интересно. И перед тем как мы начнем, хочу сказать спасибо каждому из вас за поддержку проекта. На подходе ролики по этичному хакингу, тестированию систем на безопасность, телеграм боты и другие интересные проекты, которые уже доступны в приватном разделе. Если у вас также возникнет желание поддержать меня, присоединяйтесь к комьюнити и получайте доступ к закрытому контенту. Окей, подключаемся к VPN и запускаем машину. Немного подождем, пока появится IP адрес. Если на данном этапе вам что-то непонятно, посмотрите первое видео из плейлиста по всплывающей подсказке. Воспользуемся рассканом и быстро просканируем на открытые порты. Видим 22, 80 и 3306. Посмотрим, что нас ждет на 80 порту. И нас встречает главная страница новостного портала Daily Bugle. Первый вопрос, кто ограбил банк? И на главной странице нас ждет ответ, Человек-паук. Пробуем. Ответ неверный. Возможно, без дефиса. Да, все окей. Второй вопрос, какая версия Joomla используется? Давайте запустим DeerSearch. Возможно, нам удастся найти какие-то директории. Посыпались различные файлы и директории, включая страницу для входа админки. Посмотрим, например, что в файле readme. И видим какое-то упоминание версии. Но, судя по подсказке, версия состоит как минимум из трех цифр, разделенных точками. У нас также есть директория Libraries, в которой есть сабдиректория Joomla. С десятками поддиректорий и файлов, в которых 100% есть ответ на наш вопрос. Но я решил обратиться к Google с конкретным вопросом. В каком из файлов я могу найти упоминание о версии в CMS Joomla? Перейдя по одной из первых ссылок выдачи, мы увидим, что есть несколько примеров в зависимости от версии CMS. Попробуем самую первую. И нам улыбнулась удача. Кстати, перейдя по второй, мы также можем получить версию. Есть и другие пути. Пробуем ответить. И все верно. Мы имеем дело с версией 3.7.0. Далее нам нужно ответить, какой же пароль использует John. И чуть выше подсказка. Попробовать использовать некий Python скрипт за место SQL Map. Давайте попробуем загуглить возможные уязвимости и эксплойты к ним для нашей версии джунгла. И буквально первая же ссылка ведет на GitHub с Python exploit. И по сути все, что делает exploit, это дампит таблицы из базы данных. Давайте скачаем его. И попробуем использовать. Пробуем запустить без параметров. Окей, указываем URL. Так, похоже, нам нужно указать протокол. И вуаля, exploit отработал и сдампил нам креды джона из таблицы users с ужасным префиксом. Но пароль захеширован. Попробуем подобрать с помощью хэшкэта. Для начала узнаем, что за тип хэша используется. Воспользуемся утилитой name.zhash, ссылку на установку и использование которой я недавно вставлял в нашем телеграм-канале. В параметре текст передаем известный теперь нам хэш. Name.zhash говорит, что скорее всего это bcrypt. И сразу любезно выдает ID хэша для использования в хэшкэте. Замечательный софт не одну сотню раз выручал меня. Сохраним хэш-файл и запускаем хэшкэт. Ставим тип атаки по словарю, а также указываем тип нужного нам хэша. Далее файл, в котором содержится хэш и после словаря. Запускаем. Спустя немного времени получаем заветный пароль. Пробуем сдать ответ. Все верно. Едем дальше. Если помните, DeerSearch нашел нам саб-директорию админки. Попробуем зайти. У нас есть форма аутентификации. Пробуем залогиниться. И мы внутри. Видим, что мы супер-юзер. А это значит, что скорее всего у нас есть права на редактирование файлов. Что значит, мы можем записать туда Reverse Shell и попробовать получить BackConnect. Переходим в темплейты. Видим, что по дефолту используется Protostar. Переходим в шаблоны. И да, у нас есть возможность редактировать. Вы можете редактировать любой файл, который захотите. Я же, как и в случае с WordPress, предпочитаю файл с ошибкой страницы 404. Пробуем записать Reverse Shell. Сохраняем страницу. И поднимаем порт на прослушивание. Идем на сайт и попробуем перейти на несуществующую страницу. Тем самым вызвав ту самую 404 страницу. Перейдем в новость о Человеке-пауке. Попробуем изменить адрес страницы. И, похоже, ничего не произошло. Посмотрим еще. У нас есть категории новостей. Попробуем изменить ее. Сайт задумался, а мы тем временем получили BackConnect. Супер. Посмотрим, что за пользователи у нас есть. По всей видимости, для начала нам нужно переключиться на Джеймсона и повысить привилегии до пользователя. Но доступ к домашней директории у нас закрыт. Я по своей невнимательности весьма долго пытался повысить привилегии, хотя заметил и прочитал файл с конфигурацией первым делом. Но просто не обратил внимания на возможные креды. Пробуем переключиться на пользователя. Вуаля! Мы повысили привилегии. Перемещаемся в домашнюю директорию. ЛС. Читаем флаг. А после сдаем. Повысить привилегии до рут пользователя и забрать заветный флаг оказалось еще проще. И если вам интересен мой вариант решения данной задачи, вы хотите получить доступ к приватному контенту или же просто поддержать меня, присоединяйтесь к комьюнити. Ссылки на софт и список используемых команд вы можете скачать в нашем телеграм-канале, в котором найдете еще много полезной информации. Подписывайтесь, ссылки будут в описании. Друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было вам полезным, интересным и вы узнали что-то новое. Будьте здоровы, всем пока!